Самой обсуждаемой темой вчера и сегодня остается спорт. Международный Олимпийский комитет лишил сборной России права выступать на зимних Олимпийских играх под родным флагом. Такое беспрецедентное решение не оставило равнодушным и тамбовчан. Павел Юрасов спросил чиновников, спортсменов и горожан, что теперь делать с нашим спортсменом. Поехать нельзя остаться. Пресловутый вопрос запятой сейчас решает целая страна. 5 декабря на заседании Международного Олимпийского комитета принято решение о дисквалификации российской сборной, что не позволит отечественным атлетам выступать на играх под родным триколором. Новость вызвала огромнейший резонанс среди спортивного сообщества. В соцсетях за последние два дня самым рейтинговым хэштегом стала фраза «Нет России, нет игр». Спортсмены со всего мира осуждают вопиющую несправедливость решения МОК. Политизированность принятых санкций дискредитирует все олимпийское движение в целом. И вся та, скажем, я бы даже назвал истерия, которая нагнетается вокруг нашей страны, она уже готовила к тому, что в отношении наших спортсменов будут применяться самые жесткие санкции. Так ехать или не ехать? Поддержит ли общество спортсменов, которые изъявят желание выступать на играх под нейтральным флагом? Спустимся со спортивного олимпа и узнаем мнение тамбовчан. Либо выступать все вместе и, скорее всего, наверное, даже устроить какой-то бойкот. Ну, надо съездить, пусть наши выступают. Все-таки наши спортсмены все равно самые лучшие. Мне кажется, что они вообще не употребляли, ведь иностранцы больше употребляют, чем наши. Спортсменам выступать, а воров в тюрьму сажать. Престиж страны понятен, но все же больше всех в этой ситуации пострадали, конечно же, сами спортсмены. Люди, для которых участие в Олимпиаде – главная цель жизни. Право защищать честь страны на главных соревнованиях мира добывается потом и кровью. Для кого-то эта Олимпиада может быть единственной в жизни. Не спортсмену сложно понять, какой это тяжелый выбор. Наша землячка Оксана Рогова, участник Олимпийских игр в Сиднее, помогла понять, что чувствуют сейчас российские атлеты. Это очень большой труд, как и для меня была всегда, работа всей жизни нашей. Поэтому спортсменам сейчас очень сложно или бросать это все, или есть стремиться куда. Естественно, это трагедия, когда у спортсмена нет цели. Как же ответить на санкции Олимпийского комитета? Единого мнения пока нет ни в обществе, ни в спортивной среде. Госдума приступила к анализу документов и решению Международного Олимпийского комитета по отстранению сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 года. Проект постановления Нижней Палаты парламента должен быть озвучен 8 декабря. В Кремле тем временем призвали исключить эмоции при обсуждении решения МОК. Павел Юрасов, Николай Иванов, Илья Демин, Александр Кобзарев. Область новостей.